Ну не может, вот ты где. Не хотела отвлекать, но Мухолов сказал, что у тебя есть здоровская коллекция насекомых, и я хотел спросить, может мне можно посмотреть на неё? У меня там есть долгоносик. Классно. Только не натопщи мне тут, пока ищешь непонятно что. Да, конечно. Окей. В общем, он определённо что-то скрывает, и здесь что-то происходит. Во-первых, поломанная лампа. Как это случилось? Чёртов. Ну ладно, наверное, эта дрянь упала со стола. Вот как, лампа взяла и свалилась. Или сын постарался, бегал, играл во что-нибудь. Кто его знает? Не верю я тебе. Что у нас ещё тут есть? Ну мы можем уйти. Давайте с ним поговорим. Ещё. Надо как-нибудь прикупить солок для пыли. Говори прямо, жаб. Да. Так что говори прямо, что происходит. Здесь просто нужно прибраться, а только и всего. Я не верю тебе, жаб. Ладно, я с тобой чуть попозже поговорю. Сначала я посмотрю, что здесь у тебя происходит. Так, пятно. Похоже на кровавое пятно. У тебя кровь не идёт? А что, в чём кровь? Ещё свежая. Ну, я порезал руку, бегал тут как баба, искал бинт. Вот я и заляпал всё кровью. Лампа в дребезге, кровь на стене. Ужас, знаю. Больно, наверное. Только не надо меня жалеть. Раны быстро затягиваются, сам знаешь. Неплохо всё-таки быть сказанием. И жабой. Не верю я тебе, жаб. Ой, не верю. Отпечаток на пыли. Что здесь было? Снова кровь? Нет, какой-то отпечаток на пыли. Ты что-то переставлял? Наверное, это какой-нибудь из игрушек младшего. Кто знает. Лампа тут стояла. Наверное. Да, похоже на то. Если хочешь что-то сказать, то говори. Разбитая лампа стояла здесь. Просто скажи правду. Ничего здесь не было. Ничего. И вообще, с чего ты взял, что лампа стояла там, в конце концов? Потому что лампа всегда стояла там, жаб. Она стояла там, а теперь она там. Она стояла там на столе и оставила след от пыли. Я, я просто делал перестановку. Что с того? Черт, дужище, хватит уже. Не верю я тебе, жаб. Что ты скрываешь? А? А? Так, вот тут. Ага. Кочерга. В крови. Кого ты тут уже огрел? Кочергой. Знаю, пыль надо было бы получше вытирать. Так что произошло? Что произошло? На ней свежая кровь. Этот запах я еще у входа учуял. Я мешал ей угля, потом у меня рука дрогнула, кочерга напрочь рассекла ногу. Болит просто адски, зараза. Ладно, шериф. Теперь что? Я, подожди, ты порезал ногу? До этого ты говорил про руку. Да нет, я порезал руку. Сначала порезал руку, из-за этого уронил кочергу и поранил ногу. Неудачное стечение обстоятельств. Вот и все. Два раза на лжи его уже поймали. Этого... Мне и одного раза достаточно. О боже, только не надо сгущать краски. Ничего тут гадать, шериф. Я все уже рассказал. Почему ты мне не веришь? В квартире жуткий бардак, жаб. Как будто здесь была борьба или драка. Я не знаю, почему ты пытаешься это скрыть. Но мне кажется, что где-то ты мне соврал. Но я... Если ты будешь стоять на своем, тебе же будет хуже. Я не вру, честно. Угу, посмотрим. Так. Мы тут уже многое заметили. Надо к сыночку потом еще сходить. А ну-ка, надо посмотреть на улицу. Так. Оу, следы. Следы чего? Так, вот. Давай посмотрим на следы. Что там? Если снова кровь, я уже говорил, что порезался, и на подоконнике какие-то следы. Что на это скажешь? Все очень просто. Ночью, когда я вышел, я был сам не свой от волнения. Ты понимаешь, я даже забыл взять ключи. Ага. И мне пришлось залезать через окно. Да неужели? Чуть до смерти ребенка не напугал. М-м-м-м. М-м-м. Да-да. Ну-у-у. Нам вся эта информация пригодится. Видимо, здесь мы уже нашли... Оу. Что это такое сверху? Я до этого не могу курсором дотянуться. Что это? Что это? Мой курсор не дотягивается. Черт. Наверное, это жаб и двери. Я не знаю, что это еще может быть. Ладно. Пойдем поговорим с ребенком. Или сходим в эту часть комнаты. Тут же ж есть что-нибудь? Нет, здесь уже ничего нет. Да хватит спускаться. Вернись, Бигби. Хотя многие люди думают, что это... Ага. Выяснил что-нибудь? Жаб что-то скрывает, но я пока не знаю, что именно. Его сын ничего не говорил? Нет, но я волнуюсь. У него два больших синяка на руках. Оу. Он не сказал мне, откуда они, и занервничал, когда я обратила на них внимание. Что-то происходит. Побудь с ребенком, пока я во всем разговариваю. Разберусь. Так, эту информацию мы тоже уже узнали. Мы, в принципе, узнали все, что надо. Давайте... Давайте надавим на мистера жаба. Угу. Не, ну давайте, я знаю, что ты лжешь, жаб. Я знаю, что ты лжешь насчет крови. Что ты имеешь в виду? Я не лгу, я поронялся об кочергу. Господи, так ударить его хочется. Брось. Ты сказал, что порезал ногу, ты сказал, что порезал руку. Из-за этого столько крови. Не складывается история. Я знаю, что ты лжешь насчет крови. Что ты имеешь в виду? Так, escape. Не пропускает диалог, да? Не пропускает. Пробел? Нет. Да-да-да-да-да, мы это все уже слышали. Хватит. Все, да, не складывается. Я понял, не складывается. Все. Ладно. Еще варианты. Говори прямо, мы говорили. Действуй, Джордж. Я знаю, что здесь что-то не так, жаб. Я знаю, что ты знаешь, что я не могу уйти, пока не пойму, что здесь происходит. Так что мы перейдем к делу, пока мне не пришлось применять силу. Не знаю, чего тебе надо, Бигби. Ничего здесь не происходит. Короче, будем давить на него. Просто, просто мне нечего больше сказать. А смотрите, хорошенько увидишь, что у всего есть свое объяснение. Честно, жаб, не уверен, что увижу. И не знаю, хватит ли мне терпения разобраться в том, что ты наговорил. Мой сын в соседней комнате, Бигби. Так, нет. Я не буду его бить. Я не буду его бить. Но я его припугнул, по крайней мере. С этим мы закончили, да? Здесь тут уже тоже ничего нет. Блин, там только не говорите, что мне придется бить жаба. Я этого не хочу делать. Что-то на улице, может быть? Нет. Еще следы. У нас просто уже не остается никаких вариантов. Я пытаюсь всячески оградить жаба от того, что он получит по шее. Но я не могу отсюда уйти. И вот эти штуки какие-то сверху, я не могу до них дотянуться. Отсюда я их вижу. Ну, я могу подойти вот так. Нет, отсюда их не видно. Так, жаб, ты начинаешь меня доставать уже. Жёстче. Ещё раз припугнуть. Подумай о моём сыне, прежде чем сделать что-нибудь плохое. Давай, теперь. Мы друзья, да? Я имею в виду, я тебя здесь. Что ж такое-то? Что ж такое-то, жаб? Блин, короче. Я знаю, я об этом пожалею, ребята. Мне придется это делать, всё. Мне придется ударить жаба. Или выйти за дверь. Я делаю сейчас поступок, о котором буду долго жалеть. Прямо сейчас ты мне расскажешь, что тут, твою мать, произошло. Бигби, я... Если ты только попробуешь мне соврать, я тебя... Папа? О-оу, сын всё увидел. Ти Джей боится большого и страшного серого волка. Бигби, это что, действительно было необходимо? Прости. Наверное... Наверное, я немного перегнул палку. Папа? О-оу. Это не я. Сними шляпу. Бигби, это же не ты. Это не он. Это был... Этот... Дуболом из близнецов. Тру-ля-ля и тро-ля-ля. Пойди, разбери, кто из них кто. Он ворвался сюда, крича какой-то овещи, которая есть у дровосека. Или он только думал, что есть. Не знаю. Он перевернул всё вверх дном и сбил меня, когда я сказал, что мне ничего нет. Если бы ты пришёл тогда, когда я просил, может быть, он бы не успел навредить малышу. О-оу, окей. Он сделал больно жабу младшему? Какой ужас. Я ему не всё равно. Вот как у тебя дело делается, да, Бигби? Если я в беде, мне нужна помощь. Если я прошу приехать, тебе приходится весь день ждать. А если бы он натворил что-нибудь ужасное, а? Я устал чувствовать себя ничтожеством, дружище. Я и ещё много кто. Мы извиняемся, Т.J. В реальности. Мы были счастливы, что это не было ниже. Да. Что ты сказал ему? Если ты печёшься о своей шкуре, можешь расслабиться. Про тебя я ничего не сказал. Я бы всё рассказал. Я хотел. Правда хотел. Но он сказал, что если узнает, что я проболтался тебе или мисс Снежки, он вернётся и убьёт моего сына. Я даже попытался отдать этому ублюдку её накидку. Не взял. Чью накидку? Девушки. Папа иногда одалживает вещи у жильцов. А, ну, иногда. Одалживает? Я ничего не краду. Может, ты удивишься, кто знает? Я просто собираю то, что здесь бросили. Что ж, мы забираем накидку. Если у неё есть родные или близкие. Ладно. Принеси им накидку. Так-то неплохая одёжка. Нормально спрятали. Окей. Ослиная шкура. Но на улице я бы в таком не вышел. Подожди. Это конверт. Ну, конечно. Не удивлюсь, если он отдал вам карту, ведущую к сокровищам. Адресовано принцу Лоуренсу. Что будем с этим делать? Это принадлежит Лоуренсу? Не очень-то хорошо читать чужие письма. Отдадим ему. Ладно. Какой полный неожиданности день это был. Не правда ли? Я бы проводил вас, но, боюсь, залью кровью всю квартиру. Было приятно пообщаться с тобой, Ти Джей. Спасибо. Эм, до встречи. Да, мне теперь стыдно. И не переживай о случившемся, просто постарайся забыть. Ладно. Как хорошо, что я вас позвал. Господи боже. В следующий раз можешь сразу идти в цок от копыт, если ищешь дровосека. Бедняга, Ти Джей. Плохо, что ему пришлось это увидеть, конечно. Скажу честно, Бигби, не знаю, что и думать о том, что сейчас произошло. Надо было в дверь уходить. Я знал, что пожалею. Мы получили то, зачем пришли информацию. С ней будет все нормально. Возьмем такси? Конечно. Мне все равно больше некуда идти, кроме как в цок от копыт. Только потому, что жаб так сказал? Надеюсь, дровосек там. А если не он, то хотя бы кто-нибудь, кто знает, где его можно найти. Это наш лучший вариант. И единственный. Ну и не поспоришь. Да. Сцена была, конечно, та еще жестокая. Аккуратней. Каждый раз, когда я думаю, что начинаю понимать, в чем дело, все становится еще сложнее. Такое чувство, что мы всегда на шаг позади. Дровосек — единственная зацепка, которая у нас есть. И он был одним из последних, кто видел веру живой. Его ответы внесут ясность. Я надеюсь, что ты прав. Бигби? Будь честен со мной. Как ты думаешь, кто это сделал? Я знаю, что еще рано, но... Я просто чувствую, что на шаг позади. Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Ну... Дровосек, возможно. Дровосек. У него был мотив. У него была возможность. Он уверен, нужно допросить. Я не знаю, виноват ли он, вот почему нужно поговорить с ним. Я не знаю всей картины. Может быть, у него есть информация, которая сможет нам помочь. В этом есть смысл. Пожалуй, это будет лучшим вариантом. Но я не могу труп подозревать. Он, конечно, угрожал там убийством Джаба-младшего, но... Я не знаю, какие у них мотивы. А вот у дровосека мотив может быть... Спасибо. Я надеюсь, что там было... Снежка такая. Упс. Продолжай. Я не хотел тебя перебивать. Просто... Да ничего, я просто... Будем вежливыми. Принимая во внимание все сегодняшнее, есть много сказаний, которые живут хуже, чем я предполагала. Мы уделяем так много внимания жителям Вудлендса и забываем, что тут есть целое сообщество, которому нужна помощь. Теперь сказания докатились до... Проституции. Хотела бы я, чтобы можно было что-нибудь сделать. Я думала, что дела обстоят не так плохо. Ты делаешь все возможное. Никто бы не сделал лучше. Очевидно, ты не знаешь, чем занимаюсь весь день. Сейчас я смотритель, слежу за тем, чтобы ни одно из бесправных сказаний, как он говорит, не тратила его время. Ты это исправишь. Отлично. Очень ценит. Я не знаю. Это просто, наверное, неверная система. Сказания, которые идут через черный ход, вроде Синей Бороды. У нас есть время в мире для них. Попробовать войти через парадный вход, через соответствующие каналы, просящим угодно о помощи. Что ж, на тебя всем будет плевать? Сейчас дела обстоят хуже, чем когда-либо. Ну, это неправда. Верно. Бывало и похуже, но... Ненамного. Может, это не для меня? Непорочно. Ты должна держаться. Много сказаний отказались бы от многого, чтобы быть на твоем месте, и я думаю, что легче изменить что-то изнутри. Ты ведь говорил мне, что перемены происходят внутри? Конечно. Не ожидал услышать такой совет от тебя. Я полон сюрпризов. Trip Trap. It's a trap. Big B. Ну... Думаю, тебе стоит разобраться с этим самостоятельно. О, сутенерчик стоит. Да. Согласен. Big B. Big B. Я... Я... Просто... Будь осторожен. Пожалуйста. Ты тоже. То же самое происходит для тебя. Я буду. Хорошо. Какая прекрасная женщина. Ну что же. Мы прибыли в место назначения, и возможно мы здесь встретим дровосека, но я не верю в это. Я думаю, что дровосека здесь не будет. Боже, да сколько ж каццента. Борцок от копыт. Бронкс. На улице сутенер стоял. Я бы с ним еще поговорил. Ну, вполне себе... Зашарпанный бар. Какая... Какая женщина. Че тебе надо, шериф? Дровосек. Ну, здесь его нет, так что можешь проваливать. Слушай, я не собираюсь спрашивать тебя, где он сейчас, ясно? Я просто хочу узнать, когда он был здесь последний раз. Вот и все. Кто? Я веду себя хорошо. Так что давай попробуем еще раз. Его не было здесь уже несколько недель. Типа зря ты сказала. Нет, возможно, я... Не знаю. Но да, его здесь уже давненько не было. Да и был ли он здесь вообще... Я... Я не знаю. Все, началось. Мне опять врут. Мне нужно просто немного помощи, а потом я уйду отсюда. Ну, я могу помочь тебе уйти отсюда. Устроит ли такая помощь? Устроит ли меня такая помощь, друзья? Мы узнаем с вами в следующей серии. Потому что я чувствую, что наше время уже давным-давно подошло к концу. Это будет очень долгая серия. Но в любом случае она была очень интересной. Я надеюсь, вам понравилось. Как всегда, ставьте лайки, чтобы поддержать данный летсплей или прохождение. Я не очень люблю слово летсплей, на самом деле. Попахивает чем-то таким испорченным. Может быть, это просто я так думаю. А не пахну. Как кто-то мог подумать. Ладно, друзья. Наше время подошло к концу. Меня зовут М.Джер Амон. И мы здесь закончили. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok